Здравствуйте! Протестируем, наверное, сегодня новый формат. Всегда хочется поговорить с умными людьми. Тяжело их найти сегодня. Умных, да еще и смелых людей в Украине, поэтому будем общаться с книгами и статьями. Мы пытаемся с вами готовить такой дайджест, нельзя назвать, но обзор ключевых публикаций в мировых СМИ и читать с вами самые важные из них. Читать, дискуссировать, объяснять. Сегодня мы почитаем статью Foreign Affairs «Новое определение успеха в Украине. Новая стратегия должна быть сбалансировать средства и цели». Это статья Ричарда Хааса и Чарльза Купчана. Завтра днями запишем такое же видео, почитаемое о новой статье Байдена в Washington Post, насколько я помню. Ну а пока вернемся, наверное, пока поговорим о том, что такое Foreign Affairs, вот это издание, где это вышла статья, потому что в последнее время очень много публикаций всяких не левых, абсолютно неизвестных сайтах, которые выдаются за западные и используются как элемент пропаганды или продвижения каких-то нарративов. Foreign Affairs, журнал, где вышла эта статья, это очень серьезное издание. Это американский журнал по тематике международных отношений и внешней политики. Выходит шесть раз в год. Издатель Совет по международным отношениям США. Журнал считается одним из наиболее, а некоторые говорят, что даже самым авторитетным изданием в вопросах внешней политики США. Сам Совет по международным отношениям США, который издает этот журнал, это частная американская организация, создана в 2021 году, которая является самой мощной частной организацией по влиянию на внешнюю политику Соединенных Штатов Америки. И много-много-много ведущих политиков американских, действующих и бывших, и мировых публиковались, выпубликуются в этом издании. Связано оно с Рокфеллерами в какой-то мере, но это такие уже связи в какой-то мере отдаленные. Находится в Вашингтоне, конечно, около Колумбии. Но давайте вернемся к статье, которую я для вас перевел. Некоторые телеграм-каналы пытались ее цитировать, но я не нашел ни одного нормального объяснения или анализа этой статьи. Она очень важная. Ведущее американское издание, ведущий аналитический центр. Напомню. И более того, важнейшие элементы из этой статьи выпали из внимания журналистов. Важнейшие элементы будут в конце. Но начнем сначала. Начнем с цитат. Так. Контраступление Украины, похоже, застопорилось, считают журналисты, в то время как влажная и холодная погода завершает второй сезон боевых действий и попытка Киева обратить в пять российскую агрессию. В то же время политическая готовность продолжать оказывать военную и экономическую поддержку Украине начала ослабевать как в США, так и в Европе. Данные обстоятельства диктуют необходимость комплексной переоценки нынешней стратегии, которую реализуют Украина и ее партнеры. Такая переоценка раскрывает неприятную истину. Украина и Запад идут по неустойчивой траектории, характеризующейся вопиющим несоответствием между целями и доступными средствами. Военные цели Киева, изгнание российских войск с украинской земли и полное восстановление ее территориальной целостности, включая Крым, остаются юридически и политически неоспоримыми. Но стратегически они недосягаемы, особенно в ближайшем будущем, а вполне возможно и за его пределами, говорят американские журналисты. То есть они говорят, что Украина справедливо борется за территориальную целостность, но она не может их достигнуть в будущем, в ближайшем, а возможно и в отдаленном будущем. Эти цели недостижимы. Деоккупация всех территорий, привлечение военных преступников к ответственности, контрибуции и все остальное недостижимо. Так считают эти американские журналисты. Еще цитата. Пришло время Вашингтону возглавить усилия по выработке новой политики, которая устанавливает достижимые цели и приводит средства и цели в соответствие. Соединенным Штатам следует начать консультации с Украиной и ее европейскими партнерами по стратегии, основанной на готовности Украины, вести переговоры о прекращении огня с Россией и одновременно переключить свой военный акцент с нападения на оборону. Киев не откажется от восстановления территориальной целостности или привлечения России к экономической и юридической ответственности за ее агрессию, но он признает, что его ближайшие приоритеты должны сместиться с попыток освободить больше территорий к защите и восстановлению более 80% территорий страны, которая все еще находится под его контролем. Что говорят исследования? Они говорят о том, что Украина должна предначать переговоры с Россией, не отказываясь от своих целей и освобождения всех деоккупированных территорий, но концентрируясь прежде всего на обороне и на развитии подконтрольной территории. Также необходимо перейти, сделать акцент с нападения в оборону, то есть перейти к обороне. Дальше. Россия вполне может отвергнуть предложение Украины о прекращении огня. Американские исследователи прекрасно это понимают, но я об этом тоже говорю давно. Но даже если Кремль окажется непримиримым, переход Украины от нападения к обороне ограничит продолжающиеся потери своих солдат, позволит ей направить больше ресурсов на долгосрочную оборону и восстановление, а также укрепит поддержку Запада, продемонстрировав, что у Киева есть работоспособная стратегия, нацеленная на достижимые цели. В долгосрочной перспективе этот стратегический поворот даст понять России, что она не может просто надеяться пережить Украину и готовность Запада поддержать ее. Осознание этого может в конечном итоге убедить Москву перейти с поля боя за стол переговоров. Очень интересно. Смотрите, считает, Форен и Феррис считают, что Россия может отказаться от таких переговоров, потому что Россия считает, что инициатива на ее возможной стороне. Но даже если Россия откажется, оборонительная стратегия Украины менее истощающая для Украины. Более того, она более убедительна для Запада, такова стратегия для США и Европы. И кроме того, это может поколебать уверенность Кремля, считают журналисты, что он может пересидеть, переждать, в длинной воле переиграть Запад и Украину. Но это только в том случае, если Украина перейдет к обороне и сама продемонстрирует готовность долго ждать. Так, дальше. Текущая ситуация на поле боя предоставляет собой картину «стакан наполовину полон, стакан наполовину пуст». Несмотря на широко разрекламированное контраступление в Украине в 2023 году, Россия фактически получила больше территории, чем Украина. В целом, ни одна из сторон не добилась значительных успехов. Украинские и российские силы фактически зашли в тупик, возникла патовая ситуация. Пишут журналисты, то есть они говорят о том, что контраступление не дало своего эффекта, в России тоже нет больших достижений, хотя Россия захватила в 2023 году, несмотря на ожидание большего контраступления, Россия захватила больше территорий, нежели освободила Украину. Тогда возникает резонный вопрос, который ставят исследователи. Что же тогда делать? Один из вариантов для Запада, один из вариантов, считают они, продолжать делать то же самое, продолжать поставлять Украине огромное количество вооружений в надежде на то, что это позволит ее силам в конечном итоге победить Россию. Но проблема в том, что украинские военные не проявляют никаких признаков способности прорвать мощную оборону России. Запад может послать больше танков, ракет большой дальности и в конечном итоге истребители Еф-16, но не существует серебряной пули, способной переломить ситуацию на поле боя. Как недавно признал Валерий Залужный, мы находимся там, где мы находимся на поле боя в Украине, и то, где мы находимся, в лучшем случае выглядит как дорогостоящий тупик. Вот что считают авторы Форми Фейерс. Более того, и тут, кстати, какой-то есть аналогия к статье Залужного в окном месте, они пишут, время будет не на стороне Украины, если война высокой интенсивности затянется на неопределенный срок. Российская экономика и ее оборонно-промышленная база находятся в военном положении. Москва также импортирует оружие из Северной Кореи и Ирана, имея доступ к потребительским товарам. Если России понадобится усилить свое присутствие в Украине, у нее есть большой резерв живой силы, которую она может использовать. Россия также нашла новые рынки для своих энергоносителей, тогда как санкции оказали лишь скромное влияние на российскую экономику. Путин, обращаю внимание, это важная оценка и в какой-то мере свежая, Путин выглядит политически защищенным и контролирует рычаги власти. От армии и службы безопасности до средств массовой информации и общественной информации. То есть, по мнению авторов, дестабилизировать Россию изнутри в ближайшее время не удастся, а сама она и так же, как ее авторитарные партнеры и союзники, переходят на военные рельсы. Дальше в статье. Характеристика того, что происходит в США в оборонном комплексе и почему Европа и США не могут обеспечить поставки боеприпасов, хотя бы на уровне Северной Кореи. Вооруженные силы США обладают лишь ограниченными ресурсами, считают журналисты. Американская оборонно-промышленная база имеет слишком ограниченные производственные мощности. Соединенные Штаты находятся в тяжелом положении, поскольку они поддерживают двух партнеров, участвующих в горячей обороны. Оборонные аналитики уже объявляют национальную оборонную стратегию США неплатежеспособной, как говорится в недальном исследовании РЕНД Корпорейшн. Другие утверждают, что Соединенным Штатам следует направить свое внимание и ресурсы на решение стратегических задач в Индотихоокеанском регионе. Напомню, там Китай. Вот такова характеристика положения дел в США и его помощи. Также журналисты и исследователи обосновывают, почему важна сегодня смена стратегии для Украины и для наших западных союзников. Для Киева его сторонников гораздо предпочтительнее принять новую стратегию, которая снова приведет в баланс цели и средства. То есть они считают, что они сейчас не сбалансировали. Цели большие, средства недостаточные. Чем продолжить проводить курс, который завел в тупик и который вскоре может привести к резкому спаду поддержки Западному Украину. При этом Вашингтону необходимо взять на себя инициативу о начале консультации с Украиной и с западными союзниками, направленных на то, чтобы убедить Киев предложить прекращение огня, одновременно переходя от наступательной стратегии к оборонителю. Запад не должен давить на Украину, чтобы она отказалась от восстановления своих границ 1991 года или от возложения на Россию ответственности за смерть и разрушение, вызванные ее вторжением. Тем не менее, Запад должен попытаться убедить украинцев в том, что им необходимо принять новую стратегию для достижения этих целей. Ведь прекращение огня спасло бы жизни, позволило бы начать экономическую реконструкцию, позволило бы Украине направить поступающее западное вооружение на инвестицию в свою долгосрочную безопасность, а не на быстрое расходование вооружений, зашедшим в тупик поле боя. Точные условия прекращения огня, сроки, точное местоположение, линия соприкосновения, процедура отвода вооружения сил, положение о наблюдении и обеспечении соблюдения должны быть выработаны. Внимание! Под широким международным контролем большинством, вероятно, под эгидой ООН, либо Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ. Вдумайте, что предлагают Форин ФС. Они фактически предлагают новый, там, Минск-3, не знаю, или Стамбул-1, или Вашингтон-2. Они фактически предлагают новые соглашения, которые должны контролировать условия прекращения огня, сроки, разведение сторон, линии контроля, линии соприкосновения, процедура отвода сил, наблюдение. И все это под эгидой ООН или ОБСЕ. Возможно, под эгидой их миротворцев или наблюдателей. Фактически проект или формат, или архитектура нового соглашения предлагается в этой статье. Этого практически нигде почему-то на наших телеграм-каналах и остальных нет. Этой цитаты. В то же время, американские исследователи понимают проблемность этого вопроса и такого предложения, и понимают, что Москва пытается получить больше в этом процессе. И пишут они. Вероятно, что Москва отвергнет предложение о прекращении огня. Путин по-прежнему преследует обширные военные цели в Украине. И, похоже, считает, что у России больше стойкости, чем у Украины. Он без сомнения внимательно следит за опросами общественного мнения в Соединенных Штатах, которые показывают, что возвращение Трампа в Белый дом является реальной возможностью. И этот результат наверняка ослабит, если не прекратить поддержку Украины со стороны США. Даже если бы Кремль хотел избежать прямого отклонения предложений о прекращении огня, чтобы избежать репутационных издержек, связанных с этим, он мог бы ответить на условия, которые наверняка будут неприемлемы. Он мог бы ответить на это условиями со своей стороны, которые наверняка могут быть неприемлемы для Украины и Запада. Но журналисты, даже осознавая, если они не осознавают то, что Кремль может отвергнуть предложение, считают, что тем не менее, в конечном итоге, попытка добиться прекращения огня между Киевом и Москвой стоит не столько того, чего она достигнет, столько того, что она выявит. Даже если бы Россия отклонила предложение, предложенное соглашение о прекращении огня, Киеву все равно имело бы смысл выложить его на стол переговоров. Ведь это позволит Украине перехватить политическую инициативу. Напомни в общественности на Западе и за его пределами, что эта война остается одной из агрессий России. Отказ Кремля от прекращения огня поможет западным правительствам сохранить и ужесточить санкции против России, а также поможет Украине заручиться долгосрочной военной и экономической поддержкой. Независимо от того, пишут исследователи, будет ли достигнуто прекращение огня или нет, Украине необходимо перейти к оборонной стратегии, отойдя от своей нынешней наступательной. Существующий подход Киева предполагает высокие затраты и низкие перспективы, что ставит украинцев в неловкое положение, когда они просят бессрочную помощь Запада ради усилий, с уменьшающимися шансами на успех. Вместо этого Украине следует сосредоточиться на удержании восстановления территории, которое она сейчас контролирует, перевернув уравнение нападения обороны и поставив Россию в положение, когда ей придется нести непомерные расходы на проведение наступательных операций против хорошо окопавшихся украинских сил и расширенной воздушной базы защиты. Даже перейдя к оборонительной стратегии на линии фронта, Украина могла бы продолжать использовать оружие дальнего действия и на морские средства, и тайные операции для нанесения ударов по российским позициям в Крыму, увеличивая издержки продолжения оккупации. Если появятся явные доказательства того, что военный потенциал России ослабевает, Украина сохранит за собой возможность вернуться к наступательной стратегии. О чем говорит этот пассаж? О том, что Россию надо принудить к перемирию, уже не к отступлению, а к перемирию. Но если Россия откажется, если Россия откажется от такого перемирия, то есть сохранить существующий статус-кво, который многие в Украине называют победой Кремля, вот если Россия откажется от сохранения существующего статуса-кво, то это станет стратегической победой Украины, поскольку позволит сохранить помощь, еще раз обвинить Россию, напомнить о том, что она агрессор, возложить на нее ответственность за дальнейшее сохранение конфликта, а вместе с оборонительной стратегией это дает стратегическое преимущество Украине. Я об этом вам, друзья, говорил неоднократно на этом канале, что на самом деле оккупация даже части территории Украины России и отсутствие дальнейшего продвижения – это стратегическое поражение России. Поскольку это означает отказ от ее геополитических целей, которые объявлены были в декларациях и письмах в декабре 2021 года. Это прекрасно понимают и ведущие американские аналитические цели, которые говорят, согласится Россия на этот сценарий? Отлично. Не согласится – тоже хорошо. Так, почему необходимо переходить еще к обороне, еще аргументы? Этот сдвиг, считают исследователи, спасет жизни и деньги украинцев и уменьшит их потребности в защите от Запада, что может оказаться важным, если поддержка США прекратится, и Европе останется нести это время. Украине было бы разумно направить поступающие ресурсы на свою долгосрочную безопасность и процветание, а не тратить их на поле боя ради незначительной выгоды. Конечно, журналисты понимают, что убедить президента Украины Владимира Зеленского и украинскую общественность изменить курс будет непростой задачей, учитывая справедливость их дела и все, что уже было принесено в жертву. Но реальность такова, они пишут, что то, что началась как война по необходимости для Украины, то есть борьба за само ее выживание, сейчас превратилась в войну по выбору, войну по выбору, борьбу за возвращение Крыма и большей части Донбасса и Востока Украины, резюмируют они. Прекрасный, мне кажется, пассаж. Видите, о чем говорят американцы? Еще изначально у Украины не было другого выбора, нельзя защищаться и вести войну, потому что стоял вопрос о существовании самого украинского государства. То сейчас выбор есть. Сейчас эта война по выбору. То, о чем я вам говорю более года уже, друзья, сейчас у нас выбор есть. Армия, украинская армия, украинский народ завоевали для политиков возможность выбирать лучшее будущее для страны, что, кстати, предлагают сделать и американские исследователи. Ну и еще буквально один пассаж, который они называют лучшая ставка. Ну, самая лучшая ставка, что мы должны сделать? И что нам могут еще сделать? Друзья Украины на Западе могут и должны подсластить горькую пилюлю для украинцев. Соединенные Штаты и избранные члены НАТО, коалиции желающих друзей Украины должны взять на себя обязательства не только оказывать долгосрочную военную, экономическую и военную помощь, но и гарантировать независимость Украины. Это обязательство будет основано на статье 4 договора о НАТО. Обращаю ваше внимание, не 5, а статье 4. 5 это коллективная оборона. А в статье 4 это немножечко о другом. Цитируют исследователи. Которая предусматривает немедленные консультации всякий раз, когда территориальная целостность, политическая независимость или безопасность члена находятся под угрозой. Европейский Союз, который недавно объявил о своем намерении начать переговоры о вступлении с Украиной, должен ускорить график членства Украины и предложить ей на это время специальную договоренность, облегченную для ЕС. То есть временная договоренность такая переходная, транзитная для Украины и статья 4 НАТО. Западные союзники также должны ясно дать понять, что большинство санкций против России будут оставаться в силе до тех пор, пока российские войска не покинут Украину. И что они помогут Украине восстановить свою территориальную целостность за столом переговоров. Вполне возможно, считают американцы, что перспективы взаимосогласованного прекращения огня и последующих переговоров по территории заметно улучшатся после президентских выборов 2024 года в США, если победитель будет привержен к продолжению транспортической солидарности и дальнейшим усилиям по обеспечению безопасности и суверенитета Украины. У Путина будет мало оснований предполагать, что время тогда будет на стороне России. Имеется в виду, наверное, Бабин. Но до выборов в США остался год, и они могут привести к такому исходу, который поставит Украину в беду, поставит Украину в беде. Ни Вашингтон, ни Киев не должны подвергаться такому риску. Соединенным Штатам необходимо работать с Украиной сейчас, чтобы перейти к новой стратегии, которая отражает военные и политические реалия. Поступить иначе значит безрассудно рисковать будущим Украины, считают американские исследователи. А помните, я вам еще в начале года, друзья, говорил о том, что США пытаются взять под контроль, заморозить конфликт или взять под контроль его, как минимум, на период американских выборов. Они волнуются не только о будущем Украины, они волнуются и о будущем американской администрации, будущем геополитической стратегии, связанной с победами или поражением Байдена. А любые негативные изменения в Украине, особенно когда Украина продолжит наступление, чеваты к распоражениям Байдена на выборах, взять под контроль и, возможно, заморозить конфликт, о том, о чем я вам говорил раньше, еще в начале этого года, путем заключения новых соглашений, которые отрегулируют вопрос развода сил прекращения огня, ОБСЕ, ООН, который предусматривает переход Украины, отказ от военного освобождения территории Украины и переход к оборонительной стратегии. Вот то, что сегодня нам предлагает Форин и Фейерс и Совет по международным отношениям США. Спасибо, друзья, что смотрели. Не забывайте подписываться на канал. Будем делать много классных обзоров. Фактически эту статью можно считать политическим шахом, наверное. Очень интересная. Глубокая, но по большому счету, если вы смотрели этот канал, для вас не так много нового. Многие из этих мыслей мы говорили раньше на протяжении этого года, видя, куда и как развивается ситуация. Мы видим, как ситуация развивается и дальше, и будем вас постепенно в меру возможностей об этом информировать. Подписывайтесь на канал. Следующий мы рассмотрим публикацию Бадена в Вашингтон пост, она тоже по-своему интересна. До свидания, до новых встреч.